У супругов Гарри и Аманды родился долгожданный малыш. Счастье молодых родителей омрачало только странное поведение их собаки. Вскоре их даже начали посещать мысли, что от любимого питомца придется избавиться. Такими пугающими казались его выходки. Но когда супруги узнали, в чем причина, то были глубоко потрясены. До появления в своей жизни собаки, черного стаффордширского терьера по кличке Черри, Аманда и Гарри были женаты уже несколько лет. Счастливая пара такая же, как и многие. Но когда они решили завести ребенка, то столкнулись с трудностями. У Аманды не получалось забеременеть. Врач предупредил, что она, возможно, никогда не сможет иметь детей. Это известие сильно ударило по Аманде. Гарри было больно видеть, как она переживает и винит себя. Желая переключить внимание жены, Гарри решил подарить ей собаку. Он надеялся, что новый очаровательный член семьи принесет в их дом много радости и тепла. Аманда была в восторге от щенка. Малышку стаффа назвали Черри. К ее воспитанию хозяйка подошла с любовью и вниманием, как заботливый родитель. Она не только баловала, но и дрессировала Черри. Аманда искренне радовалась ее успехам и чувствовала себя спокойнее, зная, что верная подруга рядом. Так прошло еще несколько лет. Аманда не теряла надежды, что у них с Гарри когда-нибудь появится ребенок. Однажды супруги заметили странности в поведении Черри. Она начала ходить за хозяйкой по пятам, будто боялась оставить ее одну. Если Аманда запирала дверь в свою комнату, Черри тоскливо скулила, прося впустить ее. Гарри недоумевал, наблюдая за собакой. Она выглядела здоровой. У нее был хороший аппетит. Вряд ли у Черри что-то болело. Правда, выяснилось очень скоро. Волнуясь, Аманда сделала очередной тест на беременность, и он оказался положительным. Вне себя от счастья она кинулась Гарри на шею и расплакалась. Похоже, Черри каким-то образом почувствовала, что ее хозяйка беременна. И защищала ее. Эта преданность очень тронула супругов. Но самые поразительные события ждали их впереди. Через девять месяцев Аманда родила девочку. Ее назвали Хоуп, Надежда. Ведь она была такой долгожданной и выстраданной. Первые месяцы Аманда была неразлучна с Хоуп. Но вскоре ей пришлось выйти на работу. Гарри тоже не мог остаться дома. Семье нужны были деньги. Тогда супруги решили нанять няню. Для семей Запада это нормальная практика, когда мама почти сразу после рождения выходит на работу и нанимают няню для заботы о малыше. Для Аманды это был очень волнительный момент – доверить своего ребенка незнакомой женщине. Она отсеивала одну кандидатку за другой, пока неожиданно к ней на помощь не пришла ее лучшая подруга Джейн. Она согласилась присматривать за Хоуп, потому что как раз искала работу. Джейн помогала Аманде и Гарри организовать свадьбу, а еще нашла для них этот чудесный дом. Разумеется, они сочли ее идеальной кандидатурой. Особенно радовалась Аманда. Она могла безбоязненно доверить дочку старой подруге. Так у них появилась незаменимая помощница. Недовольной выглядела только их собака. Черри проводила все время вместе с Хоуп и умоляла не выгонять ее из комнаты. Она охраняла ее так же, как раньше охраняла Аманду. Супруги были в недоумении. Они-то надеялись, что после рождения младенца Черри успокоится и станет прежней. Но все стало только хуже. Аманда и Гарри были так измотаны родительскими хлопотами, что поначалу махнули рукой на странности Черри. Неделю спустя Гарри уже забеспокоился всерьез. Черри не оставляла малышку одну. Она так отчаянно защищала ее, будто кругом таилась опасность. Джейн постоянно жаловалась им на собаку. Говорила, что та не подпускает ее к Хоуп и грозно рычит. Няня очень боялась, что ее покусают. Черри никогда не была агрессивной и слушалась хозяев. Но ситуация стала накаляться. Перед парой встал морально тяжелый выбор. Они очень любили Черри. Эта девочка скрасила их одиночество, была верной и заботливой. Но теперь ее как будто подменили. А если она правда набросится на Джейн? Однажды с тревогой спросила у мужа Аманда. Даже если мы наймем другую няню, вряд ли это что-то изменит. Гарри был согласен. Скорее всего, навязчивая опека Черри никуда не денется. Она будет защищать Хоуп от любого чужака. Как бы супруги не любили собаку, безопасность ребенка была важнее. А караулить Хоуп сутки напролет они не могли. Морально они уже готовились обсуждать, кому отдать Черри. Это разбивало им сердце, но другого выхода пара не видела. Перед тяжелым разговором Гарри решил немного развеяться и отвлечь жену. После рождения ребенка они редко выбирались куда-то вдвоем. А теперь могли устроить себе свидание благодаря Джейн. Они заказали столик в ресторане. Вечером к ним домой приехала Джейн. Аманда тепло поблагодарила подругу за помощь. На самом деле ей до сих пор было не по себе. Она волновалась, оставляя Хоуп, но уговаривала себя, что для всех так будет лучше. Едва выйдя за дверь, супруги тут же услышали Черри. Она тоскливо завывала, будто звала их обратно. Аманда хотела было вернуться, но остановилась и глубоко вздохнула. Она решила, что этот вечер они с мужем обязаны провести только вдвоем. Черри стоит хоть немного доверять Джейн. Возможно, после сегодняшней ночи она поймет, что Хоуп в надежных руках. Свидание прошло прекрасно. В какой-то момент они расслабились и забыли о неприятной ситуации с питомцем. Неожиданно позвонила Джейн и попросила их как можно скорее приехать домой. Черри пыталась укусить ее и не подпускала к малышке. Няня хотела запереть собаку в другой комнате, но ничего не вышло. Черри едва не кинулась на нее. Услышав об этом, супруги тут же поехали на помощь. Дома их встретили расстроенная Джейн, рыдающий младенец и собака, которая беспокойно крутилась возле няни. Супруги извинились перед Джейн за поведение Черри, и та ушла. Аманда заметила, что стоило только Джейн оказаться за порогом, как Черри мигом успокоилась. Казалось, это вовсе не она сходила с ума полчаса назад. Переглянувшись, пара поняла, что так больше продолжаться не может. Им придется пристроить Черри в добрые руки. Была уже поздно, поэтому они уложили ребенка и легли спать. Гарри все никак не мог выбросить из головы странное поведение собаки. Как их послушная чудесная Черри стала такой нервной и озлобленной. Неожиданно мужчина вспомнил о камерах наблюдения, которые установил в доме по просьбе жены. Во время беременности она стала слишком чувствительной, переживала, что кто-то залезет в дом, пока их не будет. Гарри решил, что камеры им не помешают, но редко проверял записи. Дома ничего не пропадало, никаких странностей не было. Но сейчас другое дело. Было бы не лишним проверить, что происходит с ребенком, пока супругов не было дома. Гарри сел за свой компьютер, чтобы проверить камеры. Он хотел узнать, что случилось в тот вечер. Правда ли Черри бросилась на женщину и пыталась укусить? Гарри ожидал чего угодно. Агрессивного нападения, лая, может, даже какую-то провокацию от раздраженной Джейн. Но то, что он увидел, потрясло его до глубины души и лишило дара речи. Любой родитель на его месте пришел бы в дикий ужас. Оказалось, что они совсем не знали Джейн. Женщина была членом преступной группировки, распространяющей запретные видео с детьми в Даркнете. Увидев, что Джейн пыталась вытворять с их маленькой Хоуп, пока ее не остановила собака, Гарри тут же позвонил в полицию. Питомец, видимо, все понимал. Он разрешал кормить и ухаживать за младенцем. Но когда Джейн приближалась с целью навредить малышке, собака тут же бросалась и не давала этого сделать. Джейн и еще с десяток подозреваемых арестовали. Полиция нашла большой архив с шокирующими съемками. Аманда и Гарри были потрясены тем, как сильно заблуждались в Джейн. Они так близко подпустили к себе человека, доверили ему самое дорогое – ребенка. И едва не избавились от единственной защитницы. Черри стала настоящей героиней. Она спасла не только Хоуп, но и сотни других детей, которые могли стать следующими жертвами. Хотя на нее злились и постоянно ругали, храбрая и верная Черри до последнего защищала членов семьи. Аманда и Гарри поклялись друг другу, что теперь всегда будут доверять Черри. Она, похоже, разбирается в людях гораздо лучше. Все-таки собаки умеют считывать эмоции и намерения людей и порой готовы отдать свою жизнь, чтобы защитить хозяев и их детей. Невероятно преданные и добрые существа. Жаль, что не все люди умеют их понимать и любить с той же силой. Субтитры создавал DimaTorzok